ПОДПИШИСЬ НА КАПИТАНО Бороться и искать, найти и не сдаваться. Именно так звучит девиз главного героя книги «Два капитана» замечательного советского писателя Вениамина Александровича Каверина. Действие разворачивается в начале XX века и длится до Великой Отечественной войны. Это роман о вечных ценностях, о любви, о дружбе, о доброте и честности. В центре сюжета находится судьба Сани Григорьева, который всю свою жизнь посвящает поискам пропавшей экспедиции капитана Татаринова. Это также история юной и прекрасной девушки Кати Татариновой, капитанской дочки. Здесь проходит параллель с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, с классической литературой, не только в заголовке и образах главных героев, но еще и в смысле и настроении произведения. Здесь мы тоже наблюдаем рост и развитие характера главного героя, становление его личности. И если можно считать «Капитанскую дочку» таким завещанием молодому поколению, «Береги платье снова, честь молоду», как написано в эпиграфе у Пушкина, то и «Два капитана» – это тоже книга о духовном развитии человека, и она тоже является таким идеалом для юношей и молодых ребят. Саня Григорьев в детстве был очень потрясен письмами полярников, которые случайно попадают весной 1914 года, живущей по соседству тети Даши. И здесь она зачитывает детям по одному письму каждый вечер вместо книг. Потом, по воле обстоятельств, рано оставшись сиротой, Саня попадает в московскую школу-коммуну. Здесь у него появляются новые друзья, которые будут сопровождать и помогать ему в течение всей жизни дальнейшей. Это учитель географии Иван Павлович Кораблев, это Катя Татаринова, племянница директора этой школы. Став частым гостем в доме Татариновых, приходя к Кате, он узнает о тайной гибели ее отца, капитана Татаринова, который не вернулся из Заполярья. И тут Саня вспоминает, что те письма, которые он помнит наизусть с детства, они были адресованы как раз Катиной семье, и их писал сам капитан Татаринов, Катин отец. И он дает клятву найти и отыскать следы этой экспедиции, если это возможно, и найти виновных в случившемся. Дальше проходит время, Саня заканчивает летную школу, успешно становится летчиком, капитаном. Еще важную тему в сюжете занимает тема любви, конечно же, и дружбы. Саня и Катя любят друг друга, но обстоятельства постоянно мешают им быть вместе. Сначала все время мешает Ромашов, это друг Сани. Изначально он был его другом, конечно же, но потом оказывается, что он был человеком подлым и двуличным. Он постоянно пытается поссорить наших героев и всяческим образом их разлучить. И еще, конечно же, мешает война, потому что в начале Великой Отечественной войны Саня и Катя оказываются абсолютно в разных точках огромной страны. И мы видим, сколько трудностей им предстоит еще пережить, преодолеть препятствий. Но все это время они не теряют надежды, верят в будущую встречу и в конце концов делают все возможное для воссоединения своих судеб. «Где же тут умирать, когда тебя так любят? Нельзя, никто бы не стал. А Саня, да разве вы позволите ему умереть?» Он говорил, я слушала, и на душе становилось легче. Смутное, далекое воспоминание вдруг мелькнуло передо мной. Саня спит, одетый и усталый. Ночь, но в комнате светло. Худенький мальчик играет за стеной, а я лежу на ковре и слушаю, слушаю, сжимая виски. За горем приходит радость, за разлукой свидание. Все будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верим, еще живут на земле. Два капитана. Вениамин Каверин. Рекомендую.